лето это у нас про помидоры и сегодня мы приготовим кимчи из помидоров нам потребуется следующие ингредиенты а именно лук половина луковицы 1 2 ее часть которую мы нарезаем с вами тонкими полукольцами можно также добавить и паприку 1 4 например желтого цвета будет смотреться очень красиво в этом блюде и тоже нарезать ее тонкой соломкой кольца лучше сразу разъединить между собой положить в глубокую емкость далее зеленый лук 5 перьев или же лук джусай 50 грамм можно использовать для данного вида кимчи и если белые кончики достаточно пухлый то мы их разрезаем вдоль напополам делаем надрез и далее нарезаем лук вы кусками в 4 сантиметра и закладываем туда же в емкости где у нас лежит с вами лук и паприка если вы хотите добавить теперь делаем соус для заправки кимчи туда к луку и зеленому луку мы с вами добавляем красный молотый перец чили порошок две с половиной столовой ложки из у вас оригинальный корейский перец для кимчи кучут кору то кладете 4 столовые ложки далее добавляем молотый чеснок 1 столовую ложку можно измельчить ножом или перемолоть его в блендере также нам будет нужен свежий корень имбиря в молотом виде в измельченном пол столовые ложки затем добавляем сахар 2 столовые ложки или если у вас есть экстракт сливы то 4 столовые ложки экстракт слива обычно продается в корейских магазинах или можно приготовить дома здесь вот линк вверху как это сделать мирин рисовое вино две столовые ложки добавляем с вами и также соевый соус 2 столовые ложки в данном кимчи не используется ни рыбный соус не соль но только соевый соус для солености затем кунжутное масло 1 столовая ложка и кунжутные семена 1 столовая ложка которую можно либо немножко перемолоть измельчить ножом либо цельными заложить теперь нам нужно будет все хорошо между собой перемешать и можно дать время настояться где-то минут 20-30 как раз пока подготовим с вами помидоры помидоры нам нужны будут с вами на крупные как видите они помещаются минуту в ладонь и они должны быть крепкие после этого мы их должны помыть и обсушить помидоры и затем с той стороны где у помидора есть основание которое крепится к веточке вот это вот основание нам нужно быть с вами на вырезать или удалить любым удобным вам образом затем с обратной стороны то есть противоположной стороны а то место где у него основания мы должны сделать крестовой надрез на помидорах мы не разрезаем помидор до конца мы оставляем отступ где-то в 5 миллиметров вот обратите внимание специально поворачиваю боком и показываю вам чтобы помидор не разрезается до конца то есть он как бы раскрывается с крестовидным надрезом далее вот в эти самые полученные крестовидные надрезы нам нужно будет заложить вот тот соус который мы с вами подготовили вы можете просто надеть перчатки и руками закладывать все это во внутреннее к что азиатским палочками гораздо проще и удобней затем вот эти начиненные соусом помидоры мы помещаем контейнер для хранения остатки соуса мы помещаем между помидорами распределяем его и соки тоже туда же сливаем вот такое-то интересное кимчи это блюдо относится к современной корейской кухне это нетрадиционное кимчи я нашла его на одном из очень интересных корейских каналов про кулинарию линк который оставлю внизу в описании вот решил сама приготовить и с вами поделиться очень необычный набор ингредиентов для соуса для кимчи сразу после приготовления мы накрываем контейнер крышкой и помещаем контейнер вместе с данным кимчи в холодильник и храним далее все время в холодильнике есть можно уже на следующий день после приготовления не рассчитано на долгий срок хранения только где-то неделю максимум то что много готовить смысла в принципе нет надеюсь вам было интересно лайкайте подписывайтесь оставляйте ваши комментарии здесь еще раз придем способ приготовления и ингредиенты приятного аппетита до новых встреч